Ребят, хочу вам порекомендовать группу по дизайну в Клэша Яль. В этой группе вы можете найти абсолютно любое оформление. Можете заказать рамку, шапку, оверлей. Также здесь скидывают разные годные PNG файлы для оформления. В общем, кто занимается ютубом, эта группа будет очень полезная для вас. Любое оформление по доступным ценам и очень кратчайшие сроки. Я сам пользуюсь этим пабликом. Ссылку оставлю в описании. Всем привет, дорогие зрители. Новый выпуск по Клэша Яль. Сегодня я прокачаю очередную эпическую карту на максимальный уровень на своем аккаунте. Покатаем в глобале. Сегодня я буду играть с лавой и прокачаю сегодня шарик на 8 уровень. Шарик на 8 уровень на 8 марта. Сегодня 8 марта, ребята. Так совпало. Ну и, естественно, я не могу пройти мимо. Воспользуюсь моментом. Конечно, мало моей аудитории женского пола, но все-таки я хочу поздравить всех жен, матерей, бабушек, сестер, ваших девушек. Всех, всех без исключения женского пола. Поздравить с 8 мартом. Пожелать удачи, успеха, любви, здоровья и весеннего настроения. Ребята, любите женщин. И весеннего настроения. Конечно, весна еще далеко не весна. Но ничего, скоро будет тепло, скоро будет классно. Кстати, напишите в комментариях, какая у вас погода. Просто у нас очень много снега, очень холодно. Ладно, переходим теперь к сути ролика. Так, немножко поправлю веб-камеру. И потрачу 100 тысяч золота на прокачку 8-го шарика. Прямо сейчас. Отличненько. Скриншот. И все, шарик у нас 8-го уровня. Также, ребята, в честь мосевого марта наши админы в паблике сделали скидку на гемы. Короче, заходите, если хотите приобрести гемы. Вот здесь товары, они добавлены. В общем, прайс написан. И также, очень важно, в моем паблике есть бот. Вот здесь, смотрите, нажимаете написать сообщение, вводите свой хэштег. После того, как вы написали тег, бот вам выдает вот такой вот перечень возможностей своих. Вы нажимаете любую цифру, которую хотите. Я, например, выбрал 1, то есть статистику. И мне бот выдал свою статистику. Мою, точнее, статистику. Количество побед, колоду, ну и тому подобное. Какой сундук следующий выпадет, это надо выбрать следующие сундуки. Циферку 2 нажать. В общем, пользуйтесь, ссылку на группу оставлю в описании. Ну что, друзья, переходим теперь к онлайн-атакам. Вот такой вот деку Славы я скопировал. Я Славой вообще не играл и играть не умею. Ну как, я раньше пару каток бустов делал на высоких кубках. То есть на таком, знаете, нелюбительском уровне, на более профессиональном, я никогда с ней не играл. Хотя я вообще никакой колоды профессионально никогда не играл. Но все-таки, например, Голема у меня более-менее получается. Я с ним 5500 хоть брал. С Хогом я брал 5500. С Мортирой там играл. Но Славой никогда. Поэтому не обессудьте, если буду тупить. Так, поставили Тамбу. Надеюсь... Ой, ой-ой-ой. 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 Пацаны. Топчик, да? Топчик. Жесть. Тамбу неправильно поставил. Стражей выбросил мне на ту сторону. Ну ладно, ему сейчас придется это все делать дефать. Немножко зависло у меня что-то. Ребят, это скорее всего с Мортирой колода. Не знаю. Посмотрим. Так, ладненько. Сейчас выбросим Адскую Гончу. Выбросим Адскую Гончу. Так, он потратил... Правильно я сделал или нет? Не знаю. Так. Так, так, так. Мне надо 8 эликсира. Да, ладно. Мегамуху вот здесь. Здесь мегамуху. Так. Ой-ой-ой-ой. Фаербол. Успеть бы, чтобы мегаминьон выжил. Не очень. Пока не очень. Блин. Пока не очень. Ну, я много урона не пропустил. Так, здесь Стражи. Зап. Хок. Тычку делает. Тычку делает. Блин, сложно. Мне сложно. То есть, ну, вы видите, что я пока вообще не очень играю. Так, давайте поставим надгроби, чтобы он мортира не смог так легко нас атаковать. Фаербол. Друзья. Нам надо ждать двойной эликсир, я так понял. Потому что слишком много контры у него. У него и эти лучницы, и орда миньонов, и куча разного мусора. Так, отлично. Он сейчас потратил орду миньонов. Это хорошо для нас. Давайте здесь выбросим так. Ну, выбросим, наверное, адскую гончую. Так, тут у нас пойдут Стражи. Быстренько. Так, хорошо. Полетел у нас Шарик. Готовим Фаербол. Ну, и, в принципе, сейчас надеюсь, что получится зайти. Сразу Ну, я не те карты выбрасываю, видим, да? Хотя Хотя, что, смотрите, что-то получается. Ну, не то. Всего лишь одну тыку Шарик сделал, а это не то, друзья мои. Это не то. Так. Ставим надгроби. Ставим надгроби. Полетела у нас лава. Летит Фаербол. Так. Тут следом Мега Миньон. Тут вот так Стражи. Тут у нас Орда Миньон. Ой. Три Миньончика. Готовим сейчас Зап. Зап. Хорошо. У меня есть уже Тамба. Ему остался один Фаер. Давайте забрасываем. Тут Тамбу ставим. Не, ему не один Фаер еще остался, друзья. Еще не один Фаер. Так. Он сейчас Фаерболом будет дефать. Отлично. Да. За того, что он поспешил с Фаерболом, я победил. Но было сложно. Честно признаюсь. Было сложно. Это так себе еще соперник. А если бы был бы нормальный соперник. Кто хорошо играет лавой? Кто прям профессионал лавой? Ну, накиньте мне пару советов. Мои ошибки назовите. Я буду, естественно, обращать на это внимание и впредь их не допускать. То есть, ну, я новичок, скажем, лавой играть. Я вот помню, меня Елисей учил с гигантом. Гигант мини пекает. Три с пола, которая, колода. Вот. И он мне пару нюансов рассказал против разных колод. И все, у меня дальше получалось. То есть, если кто-то шарит с лавой, объясните, как против разных колод играть. Ну, в принципе, в принципе, суть понятна. Ну, я иногда, вот, например, когда надо было фаербол на миньонов, я там мушек выбрасывал, зря тратил эликсир, грубо говоря. Блин, вот торнадо плохо. Против торнадо тяжело будет играть. Ну, ладно. Поехали. Он потратил фаербол, потратил торнадо. Пошла лава. Мне кажется, это хок снова. Так, тут у нас мега миньон. Да, это снова хок. Ну, запнем давайте. Зап. Много урона. Шарик. Он сейчас мушкетера выбросит так, чтобы мушкетер уничтожал шарик, да? Сейчас торнадо будет. А, нет. Ну, нормально, нормально. Одна тыка от шарика, это уже хорошо. Там даже будет... А, нет. Ну, если бы не торнадо, конечно. Но шарик взорвется возле башни. Почти тыку сделал. Ну, восьмого уровня шарик, это вам не хухры-мухры. Так, окей. Он потратил зап. Это замечательно. Здесь мы ставим тамбум. Готовим сейчас на деф. Наверное, миньончиков готовим на деф, потому что он хогом хог с гоблинами заходит. Поэтому надо стражи. Стражи, чтобы были, чтобы отвлекать гоблинов и все дела. Так, пошла у нас лава справа. Тут мега-миньон. Мега-миньон заранее. Отлично. Так, фаербол летит. Так, ну, больше нету смысла ничего подкидывать. Хотя, что, подкинем шарик слева. Подкинем шарик слева. Я не знаю. Может, я неправильно делаю, но... Ребят. Так, хорошо. Блин, тычку не сделал. Но мы забираем справа башню. И немножко нанесли урон слева. Так, сейчас самое главное от этого напора не лопнуть. Сейчас будет жестко. Сейчас реально будет месиво. Так, тут стражи. Зап. Окей. Так, хорошо. Он фаербол не тратил. Он фаербол не тратил, друзья мои. Так, тут мега-миньон. Тут у нас мушки. Он сейчас под фаербол. Я, конечно, под торнадо фаербол напросился. Так, ну, мы тоже фаербол кинем. Так, хорошо. Шарик, давай, 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 давай. Отлично. Скорее всего, это победа. Да, замечательно. Блин, а мне понравилось. Прикольно. Еще немножко приловчиться, да? Да, притереться к колоде нужно. Но мне понравилось. С лавой реально несложно играть. Лаву выбрасываешь за лавой шарики, все, в принципе, колода делает за тебя. Но не всегда, не всегда. Вот против торнадо, против там, палача, ох, как трудно. Так, ну, давайте последнюю каточку. Так. Ну, давайте лаву. Давайте лаву. Так, шахтер в соло. Ну, тогда не дефаем, если в соло. Так. Угу. Ну что, миньончиков за лавой подкидываем. Подкидываем миньончиков, подкидываем стражи, готовим фаербол. фаербол. О боже. Фаербол. Элитные варвары. Я надеюсь, я им не проиграю. Не хотелось бы проиграть им. Ой, 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 как, как больно. Так. Значит, я имею дело против элитных варваров. И шахтера. Интересно. Неужели это кургик? А, это хок. Надо было сначала шахтер уничтожить, то есть мегамуху не туда выбросил. Ну ладно, бывает. Много урона. Много урона. Так, а я шарик еще не выбрасывал, да? Да, я еще не выбрасывал шарик. Окей. Значит, надо сейчас выбросить шар. О, он еще миньончиков слил. Замечательно, друзья мои. Это просто замечательно. Так, сейчас он выбрасывает мушкетера, и я сразу выбрасываю шарик. Хотя, времени нету. Уже 10 эликсира накопил. Так, я вот думаю, зап плюс фаер или не надо? О, боже. Слушайте, ну давайте, фаер, фаербол, зап. Так, отлично. Шарик, пожалуйста, тычку дай. Отлично, блин, что мне так не везет вечно? У меня такое ощущение, что, когда я играю с шариком, ой, против шарика, всегда шарик наносит урон. Когда я играю с шариком, блин, его постоянно так легко дефают. Ну, может, мне так кажется. Так, окей, сейчас тамба. Тамба. Слева заход. Окей, тогда здесь стражи. Здесь мега миньон. Здесь мега миньон. Шарик вот так вот выбрасываем. Миньоны. Ах, блин. Ну, ладно. Давайте добьем вышку. Так, он, кстати, еще не забрал у нас башню. Я немножко волнуюсь, руки дрожат серьезно. Лол. Так, 600 хп, но он еще не добивает их. Не добивает. Я победил. Фух, в конце как-то разволновался я. Боже, башня бомбежка, элитные варвары. Господи! Ох. Ну что, друзья, 4 600 я не взял, но у меня цель и не была взять 4 600. Вы знаете, что кубки, если я захочу, я сейчас подниму. Я больше люблю играть в конце сезона. А до конца сезона еще, ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, ребят, вот еще один эпик у меня восьмого уровня в колоде, точнее, в коллекции. Это позволит мне реально разнообразить контент, играть не только одной какой-то метой, да, а разными колодами. Шариком можно еще с мега-рыцарем, но он не прокачан, можно с гигантом, но это уже старье, реально, это прошлый век. Можно через ледяного голема, можно через шахтера, через фриз. Ну, много есть вариантов, но не все они популярны. Но, пофаниться пойдет. Лава-шар это универсалочка, то есть это с поколением в поколение классическая колода. Ну, меняются разные карты, а суть остается та же. Все, ребят, на этом буду прощаться, ждите следующие выпуски, больше прокачивать мне нечего, но будет еще много колод, скоро будет открытие сундуков еще. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, еще раз поздравляю всех женщин с 8 марта, всем хорошего настроения, без исключения всем. И до новых встреч, друзья. Всем пока.